знаете что еще интересно друзья все вот эти обещания чиновникам друг другу они очень часто становятся пустыми обещаниями то есть вот когда мне этатисты рассказывают про то как вот одно государство заключило договор с другим государством и что этот договор скреплен там священный какой-нибудь печатью но на деле в случае какого-то шухера серьезного все эти договоренности выбрасываются в урну или в унитаз и смываются то есть вот сейчас оказывается сейчас есть вариант что одкб так называемая одкб создаст некую защиту для лукашенко потому что оказывается в договоре вот в этом договоре который собственно говоря подписывали разные чиновнички и создавая когда создавали вот эту структуру одкб типа коллективная безопасность типа наш аналог нато так вот в этом договоре есть пункт что если есть какая-то нестабильная ситуация в одной из стран то другие страны помогают то есть это типа как ввод войск в венгрию или в чехословакию в 56 или в 68 году соответственно но я не думаю что лукашенко стоит надеяться на вот этот второй пункт ну вот на эту фразу что стабильность и мне помогут конечно же то же самое касается и стран нато вот но в целом нато так как она мощнее вооруженно она обычно поддерживает кого-то из своих членов и ну например там сша поддержали французов в их операции против каддафи до в ливии такое бывало но не в этом случае случае ну мне каком у меня большие сомнения то есть это как раз это тисом о том что вот есть он если у нас есть армия то она меня защитит если у нас если госслужащий сказал значит он сделает нет не сделать даже на таком уровне до там где такие лица сидят усатые даже их иногда скажем так легкой мягко говоря предают